это любовь соболь в кремле готовит позитивную повестку для послания владимира путина федеральному собранию об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал дождь сегодня пресс-секретарь президента дмитрий песков рассказал что путин будет выступать с посланием 20 февраля прошлом году путин во время своего выступления показывал ролики про ракеты до сих пор не могу привыкнуть к этому видео но он его показывал действительно показывал но в этом году нас похоже ждет другое зрелище как пишет дождь в кремле пытаются найти позитивную повестку из-за низких рейтингов люди устали от ракет но какая неожиданность люди у которых повышение пенсионного возраста рост цен и падение реальных доходов как-то не очень хотят слушать про ракеты они хотят про повышение зарплат и уровня своей жизни узнать спасибо рекордно упавшему рейтингу доверия к путину видимо если бы в целом не намерил 33 процента этого рейтинга то нас бы снова ждали ролики про ракеты ну какая же позитивная повестка будет послание думаю путин расскажи что нибудь о том как хорошо выполняются майские указы а про то что у многих людей зарплаты этим указом не соответствует не расскажет а ведь чтобы узнать об этом несоответствии даже не надо проверки сложные проводить достаточно посмотреть на вакансии в интернете или новости в сми вот например данные по зарплатам в мгу и статьи bbc от марта 2018 года зарплата старшего преподавателя около 30 тысяч рублей а по майским указам должна быть около 160 тысяч и это мгу лучший как многие считают вуз россии еще думал путин расскажет про мусорную реформу и тоже что-нибудь хорошее что реформа идет экологически чистые технологии внедряются а тарифы будут контролироваться не про массовые протесты и преследования выступающих против свалок активистов и можно рассказывать ну и про прорыв куда же без него путин про него еще в конце прошлого года говорил поэтому думаю что сейчас расскажет как далеко мы продвинулись прорыве и какой у нас рост экономики а депутаты и министры в зале будут сидеть и кивать да скоро будет прорыв а вот что реально нужно для российской экономики по мнению главного экономиста европейского банка реконструкции развития сергея гуриева это защиты прав собственности верховенство права независимый суд интеграция в мировую экономику как видите выдумывать позитивную повестку не нужно все уже придумано надо только делать а вот с этим у наших властей проблемы ведь если сделать независимый суд а вместе с ним и независимое следствие с прокуратурой то тогда на друзей президента могут завести уголовное дело а им это очень не хочется ну а для нас это реально те пункты которые нужны для достижения прекрасной россии будущего уверена что реализовать их вполне возможно и в обозримые сроки надо только про страну и про уровень жизни граждан думать они про сохранность своих дач или вилл за границей больницах кемеровской области накопились долги на 1 и 7 миллиарда рублей одна из причин этого необходимость повышать зарплаты по майским указам долги начали расти еще в 2010 году затем после издания путинских указов 2012 году процесс продолжился как заявила замгубернатора по соцполитике елена малышева медучреждения оказались не готовы экономически выполнить указ не был рассчитан баланс доходов и расходов не были убраны неэффективные расходы не было понимания этого механизма угла врачей и до больницах подтвердил и замначальника областного департамента охраны здоровья населения александр брежнев он рассказал что заработанные медучреждениями деньги отвлекались на зарплату меньше оставалось на прочие расходы в том числе по ранее заключенным контрактам на поставку расходных материалов и медикаментов то есть больницам сказали выполняйте указы а достаточно денег для этого не дали вот они выполняли как могли набрали долгов но может хоть зарплаты подняли с долгами но хоть подняли да возможность врачам и медсестрам получать достойные деньги а давайте посмотрим вот так выглядит объявление о вакансии врача-педиатра в кемеровской городской клинической больнице номер два а вот так из новокузнецкой городской детской клинической больницы номер 4 23 25 тысяч рублей а по майским указам должно быть в районе 75 тысяч отдельно впечатляет что опубликованы эти вакансии прямо на сайте департамента охраны здоровья населения кемеровской области они же и должны за исполнением этих майских указов и следить они вакансии с явно несоответствующими указом зарплатами публикует путин при этом нам рассказывает что 93 94 процента цели майских указов достигнута кто-нибудь из администрации президента зайдите на сайт департамента охраны здоровья населения кемеровской области посмотрите как они выполнены знаете какая еще новость пришла из кемеровской области почти одновременно с новостью про долги больниц в кемерово и новокузнецки отменили прямые выборы мэра какие зарплаты врачей какие указы тут надо прямые выборы мэра отменить вот губернатор кемеровской области и отменил прекрасной россии будущего люди должны получать достойные зарплаты а чиновники будут работать над тем чтобы эти зарплаты были действительно достойными они заниматься рисованием статистики или выборы отменять бывший редактор тасс рассказала что ее вынудили уволиться из-за статьи про евгения пригожина и отравление детей детских садах москвы материал в тасс так и не был опубликован речь идет о массовом заражении детей дезинтерии про которые мы на на войны life делали расследование еду в сады где были отравления поставляла компания евгения пригожина которого называют поваром путина у нас были многочисленные свидетельства родителей пострадавших детей что информацию замалчивают и скрывают а теперь есть заявление со стороны журналистов журналистка дарья бурлакова написала блоги на их и москвы что ее вынудили уволиться с должности редакторов тасс из-за статьи про это отравление как пишет бурлакова когда аналитический материал был готов для тасса руководство сообщило мне что не будет опубликован материале фигурировала имя евгения пригожина после этого ей предложили уволиться а ее расследование вышло в новой газете эта история помогает понять как же факт заражения удалось так долго скрывать от массового внимания сми об этом сама бурлакова тоже пишет своем блоге помните несколько дней назад дмитрий песков рассказывал нам что в россии нет цензуры вот вам пример того как же ее нет прекрасной россии будущего сми не будут скрывать общественно важную информацию или цензурировать расследование даже если там будут прямые обвинения в адрес высших чиновников или друзей президента это была любовь соболь ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал